Я приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. И сегодня я хотела бы снять видео о пустых баночках за январь месяц. Если вам интересно такое видео, то пожалуйста, оставайтесь со мной. Приятного просмотра у меня. В этом месяце накопилось достаточно много не только уходовых средств, но и декоративки. Поэтому, возможно, я разделю видео на две части. Уход и декоративка. Ну и начну, пожалуй, с ухода. С моих любимчиков, которых я рассказывала недавно. Видео у фаворита. Это скраб от черного жемчуга. Идеальная кожа. С натуральным отслушивающим биогранулами и кофеином. Я уже хвалила его неоднократно. И хочу посоветовать всем, кто любит жесткие такие скрабы. И те, кто любит именно скрабы с кофейным ароматом. Это особенно им понравится. Я думаю, что многие уже пробовали этот скраб. Если еще не пробовали, обязательно попробуйте. Потому что он действительно улучшает тонус кожи. Обалденно разглаживает ее. И, в общем, выполняет все функции настоящего хорошего скраба. Поэтому обязательно попробуйте. Следующий мой любимчик, который я также показывала в своих фаворитах. В фаворитах осени, по-моему. Это вот такая вот пенка от Пьеррико, сермодермоэколика. Или Пьеррико. В общем, это для чувствительной кожи пенка. Вот она создает такую легкую белую пенку. Которая очень-очень нежно и отлично очищает кожу. Ну, конечно, я умывалась ею с утра. Просто для освежения лица. И вечером я макияж смывать ей не пробовала. Но для утреннего очищения она просто идеально подошла. Она мне очень понравилась. У нее очень приятный такой легкий парфюмированный аромат. Конечно, стоимость ее довольно недешевая. Здесь 150 мл. У нее очень удобная помпа, как у всех вот таких вот пеночек. Больше я ее покупать не буду. Но кто думает попробовать, я могу посоветовать. Она действительно очень хорошо очищает кожу с утра. И для чувствительной кожи подойдет. Закончилось у меня вот такое вот жидкое мыло. Из новинки Фаберлик серия Майханы. Я уже его тоже расхваливала. Он такого желеобразной текстуры. Желтого цвета. Очень хорошо очищает руки. Не сушит их. И здесь написано, что в нем содержится целебные свойства натурального меда. Возможно, мед здесь где-то в середине списка. И, возможно, действительно, какие-то целебные свойства. У него были. Но очищает кожу рук хорошо. Пенится отлично. Не сушит. Что еще нужно. В общем, 300 мл здесь стоит он. В принципе, довольно недорого. Можно купить по акции. Поэтому могу всем посоветовать. Особенно тем, кто любит запах меда. Запах у него меда с таким каким-то легким, легким, с точным акцентом. Меда с прополисом, даже я бы сказала. Такой какой-то не сильно сладкий аромат. Поэтому могу посоветовать. Закончился у меня также мой любимчик. Это у меня был фаворит лета. Крем-гель от Тимоты. Тропический душ с манго. Этот крем-гель мне также очень и очень понравится. Вообщем, у меня закончились все мои любимчики. Он действительно имеет кремов-гелевую текстуру. Не сушит кожу. Очень приятно пахнет манго. Конечно, не натуральный манго. Потому что натуральный манго пахнет немножко по-другому. Но действительно очень приятно. Сладко и не химически. Хочу еще с кокосом такой попробовать. Следующим летом, возможно. Ну, в смысле, этим летом возьму. Вот. Смягчает, придает гладкость. Он не сушит кожу. Как я говорила, все крем-гели мне кожу не сушат. Мне это очень нравится. В общем, могу посоветовать. Очень-очень хороший крем-гель. Закончился у моей дочки вот такой шампунь. Шаума. Фреш-ит-ап. Свежесть у корней и уход за кончиками. С молоком пассифлор без силикона. Он ей отлично подошел. Волосы у нее не жирнились. И радует то, что он не содержит силикон. У него очень приятный запах. Я, кстати, им тоже пару раз пробовала мыть голову. Очень приятный такой цветочный, легкий аромат. И этот аромат потом довольно долго у нее оставался на волосах. Волосы блестящие, струящиеся. И действительно подходит для, вот именно для таких вот, как у нее, жирных на корнях и сухих на корниках. Для длинных волос. Отличный шампунь. Могу посоветовать. Главное, самое главное, что перхоти у нее не вызвал. Потому что шампуни, которые ей не подходят, сразу же вызывают у нее перхоти. Этот же шампунь ей подошел идеально. Так, следующее закончилось у меня вот такое вот пилинг-гель от Инфину. Серия, которая была представлена раньше в каталоге Фаберлик. Сейчас ее уже, к сожалению, убрали. Такой же я посылала Женюльке. Только не пилинг-гель, а просто гель для умывания. Не знаю, как он ей или нет. Возможно, где-то лежит у нее пустая баночка, которую она никак не снимет. В принципе, не видела я его недавно в покупках у Маши Машуля. Я переживала, что он не подойдет для сухой кожи. Да, действительно, он предназначен для комбинированной и жирной кожи. Но у меня кожа летом комбинированная, а зимой даже ближе к нормальной. И он мне подошел, он кожу не сушит. Так что Маш, можешь попробовать им воспользоваться. И у него идут такие силикон... У него идут такие скрабирующие частички силиконовые какие-то. Они действительно очищают лицо хорошо. Я использовала уже в последнее время, добивала его просто как гель для умывания каждый вечер. И он мне с кожей ничего не сделал, не сушил ее. Действительно, хорошо очищает кожу. Мне он понравился. Ну, конечно, больше я его пробовать не буду, потому что его уже больше не купишь, скорее всего. Но в целом он мне понравился. Хотя стоил он, конечно, не сильно дешево. И следующее, о чем я хотела бы рассказать. Это вот такой вот гель для души и очарования среди зимного моря. Из коллекции Лето 2014 от Ифраши. Который, в отличие от предыдущих предметов, которые я показывала, мне не понравился. Мне не понравился конкретно его аромат. Возможно, кому-то он приглянется, так скажем. Он содержит в себе эфирные масла бергамота, мандарина, лимона. Ну, не знаю, мне аромат этот, он должен быть, по идее, набивать какие-то средиземноморские ароматы, я так понимаю. Но мне он, честно говоря, не очень приятно пахнет. И мне не понравился. Наверное, пергамот мне не понравился в его запахе, потому что он оставался, тем более, довольно какое-то длительное время на коже. Мне это не нравилось. В общем, он мне пришел недавно еще в подарок. Я его подарила, потому что пользоваться он, не знаю, что-то в нем есть такое неприятное. Люди, как старались, может сделать что-то приятное, но мне он не понравился категорически. Поэтому брать такой, конечно, больше не буду. Вот. Ну, вот это удобная, кстати, помпочка, которая идет в подарок. Я ее потом вытащу отсюда. Следующий закончился у меня вот такой вот тоник. Это тоник с гиалуроновой кислотой от Холики-Холики, трехсекундный стартер, так называемый. Он представляет из себя обычный гель, такой жиденький, который хватает буквально капельки, чтобы разнести на все лицо. Он довольно экономичный. Я его покупала еще прошлой весной, весной не 2014, а 2013 еще года. И вот он у меня закончился перед новым годом буквально. То есть на полтора года мне его хватило. И он очень хорошо увлажняет кожу, даже летом, когда жарко. Им пользоваться было особенно приятно, но я пользовалась им круглогодично, с утра, после тоника, наносила перед нанесением крема. Ну, конечно, то, что в нем в составе гиалуроновая кислота, не может не радовать. Я, возможно, возьму еще себе, есть такой розовенький еще, по-моему, еще какой-то. Ну, может быть, и не буду брать, не знаю. Но он, честно говоря, мне немножко поднадоел уже под конец, я его уже быстрее-быстрее добить. Но в целом, конечно, для тех, у кого сухая кожа, я думаю, что он будет особенно приятен и особенно полезен. У меня же кожа ближе комбинированная с нормальной, а он мне так, ну, пользовалась, пользовалась, увлажнял, увлажнял. Ну, каких-то особых восторгов, честно говоря, не вызвал. Поэтому, возможно, больше брать его и не буду. У него очень удобная упаковка с такой вот помпочкой. Он практически без аромата, такой легкий у него ароматик был. Вот такой вот стартер. А действительно, хорошая вещь для того, чтобы начать утро и под макияж использовать. Хорошая, увлажняющая сыворотка, тоник, что-то такое среднее. Так, он уже закончился. Его любимый гель для бритья основной уход восстанавливающий от Avon Man. Я ему постоянно беру в разных упаковках. Ему очень нравятся его функции. И мне очень нравится его аромат. Он такого голубого цвета. Я уже сто раз рассказывала, что он его любит. И постоянно продолжает его любить. И просит меня его покупать. Поэтому пользуется с огромным удовольствием. И у него уже стоит новая баночка. Также из новинки, уже из Ифраше, опять лимитки новогодней. У нас закончилось вот такое жидкое мыло. Это серия ягод в золоте, ягодный блюз, жидкое мыло. Также ягодный блюз, то есть с ежевикой. Не экономичная. Стоит дорого. Больше брать не буду. Хотелось просто попробовать новинку. Конечно, красивая упаковка. Приятно радует глаз. Такого же цвета, как баночка была сама мыла. Такого нежно-сиреневого-фиолетового цвета. Запах приятный. Лесных ягод, ежевики. В принципе, нам понравилось. Пользовалась с огромным удовольствием. Но оно у нас очень быстро израсходовалось. Поэтому эти красивые, конечно, упаковочки жидкого мыла в Ифраше. Всем нравятся. Но здесь всего 200 мл. То есть в отличие от мыла от Фаберли, которое намного больше можно сравнить упаковку. И его на дольше хватает. А стоят они, в принципе, одинаково. Поэтому у Ифраше, конечно, эти мыльца неэкономичны. Так, следующий также от Ифраше. Закончился вот такой вот питательное молочко для тела. Мед и мюсли. Это был любимчик у меня прошлой зимы, по-моему, тоже. Тоже очень-очень мне понравился. С огромным удовольствием пользовалась этим молочком. Алло. Здравствуйте. Вот, Фаберлик звонили, сейчас привезут. Итак, это молочко действительно питательное. Оно очень хорошо питает кожу. Им одно удовольствие пользоваться зимой. Но летом я им не пользовалась, потому что, как бы, такие ароматы. Больше мне нравится использовать зимой именно. Летом я его откладывала, у меня еще полбутылька где-то было. Вот. И этим, этой зимой я уже его добила. Очень-очень нравится мне его аромат. Пахнет оно именно... Ореховый мюсли с йогуртом. Очень приятный аромат. Действительно, мне понравился он. Может быть, когда-нибудь закажу себе еще, если у них еще будет такая лимитка. Я, скорее всего, это лимитка, не знаю. Ну, в общем, классная вещь. И здесь написано, что в основном активные растительные компоненты. 98% натуральных ингредиентов. Ну, конечно, по составу это не скажешь, но мне нравится. Мне понравилось это молочко. Могу посоветовать его, особенно, всем, кто любит такие ароматы. Молочное, мюсли и вот такое. Все вкусного, вкусного, вкусного. И такой вот, также новинка этого лета. Вот, ой, это зимы, это от Avon Senses, бергамот и пачули, очарование Востока. Он у меня упал, и крышка вся разбилась. В ванной не пришлось его перелить. В упаковку из-под жидкого мыла. Вот, 250 мл здесь. Ну, обычный гель Senses, я вообще их не люблю, потому что они мне сушат кожу. Но этот я взяла, потому что мне понравился его аромат. Это аромат именно зимний, такой, бергамот, пачули. Он у меня сейчас стоит в ванной, мы им пользуемся. Он такого темно-оранжевого цвета, ближе к коричневому. Действительно, очень приятный зимний аромат. И, кстати, он мне кожу особо не сушит, в отличие от тех, что были раньше. Может быть, он изменился состав. Не знаю, не знаю, не знаю. Но мне понравится. Вот, поэтому для зимы этот гель для душа очень даже хорош. Так, у мужа закончился вот такой вот аромат, о котором я рассказывала в недавних своих покупках от Ифраше. Я ему заказала такой новый в Ифраше на подарок в Новый год. Это у него закончился. Это амбарнуар с такой вот деревянной крышечкой. Очень-очень классный аромат. Похож на люксовый. Сладко-табачный такой, с какими-то пряностями. Очень приятный. Так его даже тяжело описать. В общем, это, я уже говорила, это аромат моего мужа. Я очень люблю, как он звучит на нем. И он подходит, действительно, для него. Для мужчин, так скажем, среднего возраста. Но для сильно молодых мужчин, конечно, он не подойдет. И, ну, для мужчин после 35, так скажем. Вот эти витамины с Ифраше, с черника, я уже про них рассказывала много раз. Показываю очередную пустую баночку. Вот здесь большие черные, желейные такие, такие вот большие капсулы были. Которые действительно помогают не падать моему зрению. Действительно, они борются как-то с усталостью глаз. Может быть, это, конечно, эффект плацебо, я не знаю. Но когда я их принимаю, действительно, у меня глаза устают меньше на работе. Потому что работаю за компьютером. И поэтому буду покупать их еще, скорее всего. Потому что периодически раз где-то в 3 месяца я их принимаю. Принимаю я их раз в день. Хотя тут нужно принимать от 1 до 3 таблеток 3 раза в день. Ну, не знаю. Мне хватает одного раза в день. И у меня действительно вижу от них эффект. Так скажем. В отличие от той черники, которая покупала у нас в аптеке. И эффекта особо не видно было. Так. Вот еще хотела рассказать про вот этот кремик. Органик Магнолия. Крем для рук. Да, для ног даже. Успокаивающий крем для ног. На основе органического экстракта Магнолии. Вот такой вот. Пахнет просто-просто. Обалденно Магнолий. Конечно, его тут совсем чуть-чуть. И он такой, не сильно, так скажем, питательный. Он больше как-то крем для рук для меня подошел. Стоит он, конечно, копейки. Это мне прислали в подарок с заказом с магазина ForFresh. Потом я увидела его у нас в сетевых магазинах. И стоит он там что-то рублей 20, по-моему. То есть копейки. Но именно вот с Магнолией не было. Посмотрите внимательно на картинку. Как? Так, да. Вот. Обязательно возьмите попробовать. Потому что если увидите у вас в магазинах такой кремик, он просто обалденно пахнет Магнолией. Я просто такой аромат Магнолии. Первый раз вижу в одушках, в кремах. Если увижу, обязательно возьму. Потому что я видела только с календулой, по-моему, или с ромашкой там был. Такие ароматы мне не нравятся. А вот с Магнолией пахнет просто обалденно. И он действительно хорошо влагнял руки. И этот аромат оставался на коже рук. Очень-очень приятно.